Посетить закрытый город иностранцам вряд ли удастся, но с помощью ролика туристы из других стран, да и жители России смогут побольше узнать о достопримечательностях Сарова. Для школьников участие в конкурсе – это хорошая языковая практика и возможность проявить свои творческие способности. Рассказывали мы про историю города Саров, про Серафима Саровского. Мы затронули историческую часть города, то есть это все храмы, ну, большинство, по крайней мере. Мы рассказывали о том, что находится в нашем городе, о том, что здесь сочетается как бы как и наука, а также и церковь и православие. Готовится конкурс ученики второй гимназии начали еще в январе. Они выбрали номинацию «Историческая ценность» и «Досопримечательность города». Как призналась Настя, поначалу было трудно. Она озвучила ролик на французском языке и столкнулась с множеством новых слов, которые еще не изучала. Были сложности в произношении некоторых слов, потому что были незнакомые слова, но с учительницей нашей она меня подготовила и в дальнейшем сложности не возникло. По итогам конкурса проект Саровской команды занял первое место в своей номинации. Для девочек это первый опыт участия в международном конкурсе. Как они признались, было очень волнительно защищать свой проект перед членами жюри в финале. На самом деле сначала было как-то не по себе, может быть, потому что все было новое, но впечатления у меня остались положительные, мне все очень понравилось, понравилось наблюдать за другими участниками. Финалом чемпионата станет общий фильм о красоте и величии нашей страны. Ролик станет для иностранных гостей визитной карточкой городов-участников конкурса. Это даст каждому региону возможность привлечь туристов из других стран и путешественников россиян. Елена Грецкова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.